20 мая 2007 года, 21 час 33 минуты по Тарумского времени и в эфире 74 подкаст от Каннского Лося и компании. Не выражаю, вот это, как говорится, надо project, как они по-английски говорят, project. С выражением надо говорить, как петь. Нет, действительно, потому что если бы ты брал класс, ну, хор там или еще класс по пению, то тебе бы там рассказали про два разных вида пения. Один пение ртом, а другой пение горлом. Ну, ты же, в принципе, когда ты поешь, ты должен петь животом или еще что-то там. Во, я только что про живот, так и распаду. Пение животом, о, какая красота, ешкинка. Так, ну, почти готовы, почти мы готовы для записи. Это еще так, только разогревка. Да, готовимся. Так разогреваемся, тут комментарии просмотрим, очень много комментариев. А, серьезно? Блин, ну, жаль. Сейчас пройдешься, подожди. Ты, главное, не паникуй, все нормально, все будет нормально. Так я же никогда не читаю до самого подкаста. Приходит Женя, будем писать подкасты, а, да, действительно, а про что будем писать? Да не знаю, вот сейчас это самое. Про комментарии, да, есть? О, комментарии были? Не, правда, это клевета. Ладно. Ладно, ты меня предупредил за час. Так, все. Даже меньше. Сейчас начнем писать. Итак, момент. И, 3-4. Итак, добрый вечер, дорогие подкаст-слушатели. Крюша и Степаши. Выжатый из себя. В эфире 47-й подкаст развлекательно-познавательной программы. Да нифига не познавательной. Да, от канадской волосы и компании. Сейчас уже имя надо переделать. Ну, ладно. В смысле, там, компании. У нас постоянно одна и та же компания, поэтому я-то так подумал, может быть. Хотя я подумал, может, какой-нибудь на программу пригласить. Вот. Я подумал пригласить мистера Госта. Может, он что-нибудь там интересное, познавательное расскажет. Но потом я подумал, может быть, он не захочет там. Потому что там есть маленькие технические проблемы при записи. И вот я сейчас, я прямо сейчас вам расскажу, какие. Если кто-нибудь когда-нибудь слушал Ампутуна или там радио Ти, радио Ти, там, где принимают участие при записи более, чем один человек. Если я не ошибаюсь, то вообще, как это должно происходить, значит, на каждой стороне, значит, сидят товарищи за лаптопами или еще за какой-нибудь техникой. И каждый со своей стороны, значит, все это дело записывает, допустим, в GarageBand, при этом разговаривая с другими товарищами через Skype. Ага, синхронизации не будет. Я не знаю насчет синхронизации, но зато будет качество. Потому что через Skype качества очень хреновые. Я лично слушал один подкаст, от которого я отписался, лишь потому что слушать было невозможно. А товарищ просто-напросто через Skype с разными товарищами разговаривал по телефону. Значит, что-то записывал со Skype, и когда он говорил нормально. А когда те товарищи говорили, ну, это, конечно, было... Пойди разбери, что они там сказали. Да, и самое худшее из этого, ладно, пойди разбери, там, качество низкое, это все ладно. И тогда фразы съедались. То есть в Skype иногда такое бывает, там, раз, и проскочит, да? То есть обычно говоришь, ну, повтори, или еще что-то. А при записи, наверное, там так тоже не совсем прикольно. Особенно, в общем, такие технические накладки. Вот, и я подумал, может, кого-нибудь пригласить, но с другой стороны, вот я хотел Янке после пьянки пригласить Диму, но проблема именно, да, проблема именно техническая. Там нужно дядю Путуну напрягать, чтобы он там у себя записывал, чтобы он там все у себя записывал. Вот, потому что... У него аппаратура, да, мы бедные студенты, нефиг нас это самое эксплуатировать такой бедный старенький лэптоп такой вот, да. Да, проблема не в лэптопе даже. Ну, не потянет, не потянет, проблема не в этом. Самая большая проблема, я тебе говорю, это вот я не хочу через Skype разговаривать, то есть чтобы запись программы записывалась через Skype, потому что он там что-нибудь скажет, а сюда выйдет, соответственно, криво, допустим. Ну, и будет тоже там. Сломанные телефоны. Мне эта игра очень нравится. Кто пошел? Куда? Да ты кого послал, да? Да, вот. Ну, получится. Вот, ну, вообще перспектива есть. Вот, надо будет кого-нибудь подсоединить. И Диму, и мистер Гостом. И вообще сделать шоу на шестерых. Да, действительно, пусть они там сами с собой разговаривают, там, а мы будем слушать и типа... Да, нет, ну, на самом деле, я понял, что для хорошего шоу 4 человека это, по-моему, максимум. Потому что я слушаю твит, и когда там больше 4 человек собирается, там уже начинается просто нехватка свободных мест. Потому что, допустим, каждый хочет высказаться по теме, и там начинаешь у каждого мысли, а основная дискуссия может одновременно максимум происходить между двумя людьми. Ну, то есть там начинаются джемы всякие, уже просто вот такие. Не технические, а... Не, ну, особенно, я думаю, если вместе сидеть не будем, то, в принципе, мы тут друг на друга пялимся и смотрим, кто когда хочет что-то говорить. Но я, конечно, перебиваю. Да, а потом средним пальцем показывают. Но вы этого всего не видите. Это, в принципе, позитивный момент. Ты насчет среднего пальца? Это позитивный момент. Ладно, на этом позитивном моменте мы перейдем к комментариям. Я как самый самоличник, или как там... Чего? Я не помню, как слово называть. Единоличник. Начну читать комментарии своего сайта. Да ну и читай, пожалуйста. Мне вообще в лом читать, я ее смотри. Да и вообще. Не, ну, болтать мне иногда не в лом, конечно. Да. Где-то раз в неделю. Вот, значит, на своем сайте примерно 3 дня назад я запустил статью. Ну, здесь больше ссылок, чем самой статьи. Так. У кого-то... Рвануло. Нет, не, ну это же Виктория Дэйна. Завтра Виктория... Ты знаешь, вот... Нет, ну салют-то сегодня будут пускать. А, я не знаю. Ну, в общем, факт в том, господа, что к тому моменту, как вы будете это дело прослушивать, скорее всего, Виктория Дэй наконец-то пройдет. Вот. И мы не будем тут скакивать на стульях каждый раз. Какой-то идиот взрывает бомбу прямо у нас около дома. Вот. Но здесь празднуто именно Виктория Дэй. Сейчас все будут хлопушки использовать. Это типа как этот... Четвертое июля в Америке. Это, да, ну это что-то типа Новый год, только без салатов и водки. Вот. То есть, все выходят на улицу, начинают что-то взрывать. Но при этом не нажираются. Ну это ж тупо. Да, ну... Ну, ну не прикольно. Ну как же салют без водки? Во! Еще раз. Сейчас зап... Во! И машина у кого-то... Да. Я надеюсь, вы это слышали. Не то, что... О, и кто-то поехал. А в каком-то мотоцикле ниндзи. Да блин... Я вообще советую. Надо на мотоцикл посадить двух людей. Один драйвер, а другой будет бомбы расшвыривать. Прямо по дороге. Кому-нибудь так в кабриолет. На ходу. Я вообще думаю модифицировать воздушку. Чтобы она настоящий патрон убрала. Не-не-не-не-не. Чтобы она выплевывала эти самые, как петарды. Сразу поджигала, так выплевывала. Знаешь, с газом. Чтобы это полуавтоматически так... Да. Ну в общем, остановились мы на том... Мы постараемся игнорировать эти звуки здесь. Может окно закрыть? Не думаю, что поможет. Да и тем более мы ищем курим. А, да, кстати. Вот. Остановились мы на том, что я запостил фотки. Там, где мы прокатились в общем. Ну да. Мы прокатились. Очень весело. Вот все, кто хотят посмотреть, как это все весело закончилось. Могут зайти ко мне на сайт. Ссылка будет в шоуноцках. И, значит, здесь у нас комментарии. Джексон. Сколько... Простите. У вас в крови было промилле, чтобы так заехать? Или просто срезать думали? ЛС. Срезы думали. А, срезы думали. ЛС. Дорога вдруг взяла и развернулась под прямым углом. Я написал. Да я просто забыл, что я не на Ниве. ЛС пишет. Видимо, не зря я про Ниву. Тра-ля-ля. Мне кажется, или прототип машины был в GTA 3. Не знаю, GTA 3. Не помню. Какие-то еще были комментарии? Ну, в общем, посмотрите, господа. Вроде больше ничего и не было. Там также я опубликовал все остальные статьи, которые обещал. И думаю, будет еще пара вещей, которые я собираюсь сегодня написать, если я просто не упаду от усталости спать. Ну что же, перейдем опять к евреям. Мы же не можем без евреев. Не, ну да, евреи это же... Куда же мы без евреев, действительно? Рубфон самолет, а? Эдик пишет. Жень, статистику собрать сложновато. Потому что не каждый признается. Значит, на взлет список таков. Ты. Ты это, наверное, я. Ну да. А, то есть он. А, то есть... Вот, потом Умпутун, Дима, Бобок, Оклин, Мерил. Значит, просто можно сказать, тенденция тралли-вали-вали-тралли. В общем, я это не буду зачитывать. Также дальше Эдик причисляет самого Стрельникова, бога всей нашей Фениды. Ну, вообще, здесь разворачивается дискуссия. Первый, действительно, Стрельников, по-моему, не еврей, но это какая разница. Значит, на этом... А, во-вторых, он здесь очень тоже, заметь, классно идет один, два, четыре, пять, шесть, семь. А, ну да. Не, ну знаешь, если ты так посмотришь, то сразу видишь уже семь. Короче говоря, из семи человек, значит, один псевдо-еврей, это Стрельников. Вот. Ну, тебя вообще не считают, Ваня, ты не подкастер. Ну да. Вот, тут только так. Выпусков 20-30 в эфире, но тебя не посчитали. Ну, я думаю, я тебя примажу к ты, к выражению, то есть мы. Вот. И в итоге получается, что действительно, там довольно-таки маленький процент. Да какой я еврей? Ну, не, ну как, у меня батя по жизни. Нет, нет, это просто для статистики. Это статистика, кто евреи. И, в общем, здесь такая двоякая ситуация. Значит, рассмотрим эту теорию с нескольких сторон. Первое. Паранойя. Нет, мы тут разводим статистику, Ваня. А, да, да. Первое. Это, если это все подкастеры, которые вообще на Russian подкастинге, то действительно больше всего евреев. Ну, действительно. Вот. То есть это все подкастеры, которые вообще существуют на Russian подкастинге. И здесь всего собралось семь. Вот. Включая нашего дорогого Василия Стрельникова. Вот. А второй что-то... А второй вылетел из головы. Старею. Но базируясь на этой статистике, действительно большинство евреев. И непонятно почему. А, вторая это кривая статистика, извиняюсь. Ага. Да. Не, ну, я, конечно, не знаю. Ну, в принципе, в России евреев всегда было достаточно. Ну, и для... Знаешь? Евреев везде достаточно. Не, ну, да, да, да. Ну, мне кажется, у меня такое впечатление создало, что в последнее время в России это просто модно. Впрочем, как и... Евреям модно быть в России? Ну... Господа, это вопрос уже к вам. В России модно быть евреем? Я не знаю. По крайней мере, русские, которые сюда приезжают. Я помню там это самое. Оформляли бумаги, что типа евреи. Ну, может, они действительно евреи. Не, ну, ты просто знаешь, там что-то это сам помогало. Да и вообще. Илюха, он говорит, в Штатах это... Евреям быть хорошо. Помогут. Там комьюнити типа помогают и так далее. Ну, да. Там вообще... У евреев из-за этого и выживают. Выживают везде. Потому что, когда евреи приезжают, они создают общину. И оттуда все тянется. А насчет подкастинга, ну, я не знаю. Это бред собачий. Вот я честно отвечу, это бред собачий. Я не хочу просто... Здесь уже пошли комментарии, которые... Ну, в общем, не то, что я пренебрегаю, я их просто не хочу зачитывать. Ну, потому что здесь долгий спор. И я считаю, что, например, подкасты Говнюки, у них тоже есть поинт, они тоже правы. Ну, в общем, господа тут так общались-общались. Вот. И все, в общем, свелось с такому. Эдик написал тут последний вопрос. Женя, а вот не гривя сердцем, пожалуйста, скажи, ты за кого считаешь... Кого ты считаешь типичным подкастером на Арподе? Ну, я изложил, кого я считаю. Я вообще не считаю национальность. Какая, в принципе, разница? Да это вообще не национальность. Состояние души. Ну, по большому счету, да, здесь тоже начали разбираться, кто еврей, кто не еврей, по маме, по папе. Вообще, Ваня вот очень правильно ответил. Евреи – это состояние души, по большому счету. По большому гамбургскому счету. Ну, да. Вот. И ТЧК. И ТЧК. То есть... А я могу еще вот предложить идею. Это вот, понимаешь, ведь не всем же доступен интернет. И теперь евреи... Захватили. Которые обдирают обычный народ. Они получают доступ к интернету, и они начинают всякую фигню. А это пропаганда, вот это все. Это все, весь рун... Попа Рунета – это пропаганда. Да, и все контролируется евреями, поэтому на Арподе дофига этих еврейских подкастеров. Вот. А Василий Старейников вообще масон. Точно. А Бобок, сволочь, в Яндексе все подкручивают, чтобы там первые ссылки только еврейские вылезали. Ну да, чтобы на выгоду евреям. А Ампутун вообще там свой этот... Он же работает как раз там в коллекции информации по стокам. Он тоже там все тюнит. Конечно. Все под еврея. Стоки еврейские. Как что-то информацию такую очень секретную достанет, так сразу толкает в общение. Сразу там распространяет, чтобы побольше своих денег не сделали. Я вам, господа, очень просто скажу. Я вот косвенно где-то переплетусь с некоторыми. Вообще, когда начинается разбор по национальности, это уже все. Это уже начинается расизм. Потому что когда человек говорит, а ты русский, а ты еврей, а ты грузин, ну а к чему это ведет в конце концов? Это значит, ты хочешь сделать какой-то такой восклицательный знак, сделать акцент на этом и что-то из этого выделить. Допустим, я не знаю, ты выговариваю, у тебя большой нос, ты еврей. Значит, это же не комплимент, это не что-то такое, а это просто выделяется. Ну зачем выделяется из толпы, честно говоря. Да, евреи всегда выделялись из толпы по одной простой причине, потому что евреи всегда в своей комьюнити, в комьюнити других не пускали, вот, и все. То есть это негатив, как бы, для одних, а для других это образ жизни. То есть когда начинается уже, а кто ты, а кто была твоя бабушка, дедушка и вообще откуда ты, ну это уже чистой воды расизм. То есть хотят унизить, грубо говоря, если не физически, так морально. Да, в конце концов, ну помнишь, Игорь. Да. Ну кто он, еврей? По большому счету, хоть он носит кресты, я уверен, что вся его семья носит кресты и бьет в грудь себя, что он русский. Бабушка у него была еврейка со стороны матери, значит, мать еврейка и все остальное. Но при этом, я не знаю, он гнездит, ну, это не важно. Ну да, ну, при этом. Ну, стали они, хочет он быть русским, пусть он будет русским. По мне, так он русский, как русский. И нос у него совсем небольшой. Да, он абсолютно, на самом деле, никогда не подумаешь, что он еврей. Ну да. Даже если взять по маме, по маме, по маме. Ну и все. Крест, не крест, ну пофиг. Хочешь ты будь русским, будь русским. Вот, просто, если так подумать, всегда нужно, по идее, когда нужно кого-то выделить и показать пальцем и сказать, вот они виноваты, поэтому нам все плохо. Ну, господи, ну не в России придумали этот велосипед. Придумали его еще в Египте. Ну да. Еще до Гитлера. Вот и все. А после этого, извиняюсь, на том же самом велосипеде долго катались. Я уверен, если будет в России следующий этот кризисный период. Опять будет слышно. Да, опять. Мочи жидов, спасай Россию. Да, мочи жидов. Да, там и сейчас продолжается все это дело. Чурки, давайте. Я лично общался вот с этими, с горскими товарищами. У нас вот были два горских еврея в школе. Я вам честно скажу. Люди бывают разные, но от них ощущение осталось не самое приятное. Но при этом я не собираюсь вставать и говорить, что вот они все козлы и все такое. Ну, люди два идиота. Но не факт, что вся нация такая. То есть, как бы, это просто, мне кажется, это просто дешевый, такой дешевая начальная стадия, чтобы просто нацелить злость людей не против того, что на самом деле происходит, а против кого-то еще и показать пальцы. Вот это из-за них. А большинству людям только надо показать каким-нибудь пальцем. И они готовы переть и делать что угодно. Ну да. Наших бьют! Да не в это. Когда наших бьют, это одно. А когда вот, извиняюсь, сидим в дерьме, а потом говорим там, вот у нас все плохо из-за того, что там евреи, из-за того, что там Ходорковский. Между прочим, Ходорковский был первый человек, который пытался сделать открытую экономику. То есть, все прозрачно. Ну, ничего с ним стало, ничего. Дурак. Надо было взять бабки, все продать и свалить. Да, делать так же, как все остальные русские делают. Да? А, тоже. Все говорят, во, евреи богатые. Вот евреи в экономику, в политику. Ты, господи, потому что тыкают на евреев. На русских посмотрите, что бедные, что ли? Не, фигня все это. Ну да, евреи. Есть и евреи, есть и другие. И вот, поэтому я думаю, что этот вопрос будет закрыт, по крайней мере. Хотелось бы. Потому что просто, даже если гипотетически предположить, что большинство подкастеров на Арпуде евреи, что будет неверно. Это просто на самом деле, почему... Допустим, скажем, если бы Бобок или Ампутун не занимались бы всем этим, то есть не занимались бы компьютерами, и, собственно, мало их волновало вот это все. Ну, просто людям нравится. Людям нравится создавать свои сайты, ну и все такое. ЖЖ и тролливали. Ну, они напоролись на Russian Podcasting, потому что им хотелось послушать. Ну, они решили записать там что-то свое. Вот и все. Просто они как бы пришли. И так случилось, что, во-первых, Ампутун был один из первых подкастеров. Вот. А во-вторых, ну, действительно, проблема вот в чем. То есть, так получается, на Ампутуна можно тыкать, как и на Оклина и на всех остальных, скорее всего, и на Бобока, допустим. Потому что они популярны. Вот, что не скажи, они популярны. Но популярность делается не путем взлома веб-сайта и поднимания рейтинга себе, или накручивания рейтинга другими способами, как знакомство с администрацией сайта. А рейтинг накручивается, собственно говоря, тем, что люди слушают. Вот и все. А раз слушают, значит, людям это нравится. Да. Вот и все. То есть, тут... Если ты, извиняюсь, берешь дерьмо, закручиваешь конфетку, а потом люди воротят носом, ну, не надо думать, что просто обертка плохая. Продукт. Вот и все. Это то же самое, что я прекрасно понимаю, как бы мне не хотелось лезть в высшие строки чарта, но наш, извиняюсь, базар не все могут здесь фильтровать. И я, например, это прекрасно понимаю, поэтому шоу не такое популярное. Да я, в принципе, и не хотел бы, чтобы оно было супер популярным. Да. То есть, мы с экономической точки зрения просто занимаем определенную нишу бизнеса. Ну, здесь бизнес им, конечно, и не пахнет, но это так, фигурно выражаясь. Ну, да. Вот, дальше что здесь? Сталин был грузином. Ну, мы пропускаем всю эту здесь... Канетеля, Легаси, да. Кто был кто-то. Да, был грузином. Мы это все будем пропускать. Все, кому интересно, пожалуйста, прочитайте. Вот, просто я не хочу начать вот эту всю тему на почве. Кто был кем и все такое, кто есть кто. Да, у нас в Торонто Т3С. Да, у нас в Торонто тоже заметна тенденция неторопивых автобусов. Пару раз вечером было, что водитель останавливается не на остановке, нетерпеливо выходит из автобуса и шел в Тим Хортенс затариваться кофе. Впрочем, недолго, минут 15. А в России, волмартов, насколько я помню, более-менее помню, потому что всего год назад уехал, нету. Правильно говоришь, и своих пупермаркетов там дофига. Ну, да, собственно. Не полезут. Не полезет туда, волмарт. А насчет автобусов, это да, прикольно. Я в первом году, когда ездил на автобусе этот, в универ, то, да, он на один автобус сядешь, там он не останавливается, а на другой автобус сядешь, он останавливался этот, рядом с 7-11, по-моему. Ну, вот, шел за кофе, брал газету, там, по дороге покурил. Ну, тут такие неторопливые, тут все так размеренно. Ну, правильно, а о чем надрываться, в конце концов? Да. Я, кстати, не знаю, но, наверное, тоже работа стрессовая. Джексон, в Украине, насколько мне известно, волмарта нету. Когда я жил в Чехии, я заходил в тамошний. Пражский волмарт, надо сказать, никакого особого впечатления на меня не произвел. Вот, по поводу волмартов, у меня создается такое ощущение, что в каждой стране там продается что-то лимитируемое. Например, в Штатах, насколько я понимаю, в волмарте есть, по-моему, все. Ну, да. Абсолютно все. Ну, как, все, я не знаю, как насчет все, но, по-моему, воздушки мы там покупали. Ну, а там что, патроны не продаются настоящие? Настоящие, по-моему, нет. Я не помню. Ну, просто, например, допустим, в Канаде запрещают продавать патроны и всякие вообще вот такие вот вещи, автоматы, ружья в обычных магазинах. Точно так же, как и пиво, и водка. Например, в Америке, наверное, пиво и водка продаются в волмарте. Да. Да, вот и все. То есть, видимо, это зависит от законодательства данной страны. Я не знаю, я водку там не смотрел, но пиво там было точно. Ну, да, то есть, в принципе... А здесь вот пиво не продают в волмарте, а было бы классно. Особенно так, в часиков 12 так заглядываешь ночи. Чуваки, да, 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 где у вас тут пиво? Мне надо затариться. А то не хватило, мы его тут посередине. Да нет, да нет, я с другого конца города. Тоже пешком так. Слава богу, мы живем на границе, всегда можно в штат съездить, да, при большом желании. Ну, при большом. Полупьяный уже приехал туда, да. При большом желании. Ты еще, по-моему, документы не оформил, а у меня, я права кинул. Константин пишет. Мне ваш подкаст нравится, слушаю с удовольствием. Я решил провести на Mail.ru, в котором спросил у людей, вам хочется навсегда уехать из России, результаты опроса можно посмотреть здесь. Я, кстати, посмотрел результаты опроса, и, в общем, там, я точно не знаю, но там как минимум 50 на 50 мнения точно разошлись, но, по-моему, больше людей говорили, что хотели бы уехать. Вот, а некоторым и там хорошо. Ну, в принципе, когда есть хорошая мама и папа, в смысле, с большими деньгами, то я бы лично в России тоже хотел бы восстаться. Там вот крутая тачка, там... Ну да, никого не волнуй. Да, в армию не пойдешь, все отлично. Вот, потом это... Папа, мама устроят на работу, куда надо тоже. А там было пару комментариев, а-ля, это самое... Хотел бы уехать, да денег нет. А, да, кто-то хотел бы уехать. Ну, тут... Ну, а ты тоже смотрел? Ну, да, ты же тогда мне, я сам, что-то сослал, это самое, вот на это дело. Так что, советую тоже посмотреть. Так, интересно мнение людей. Владимир, последний подкаст, комментарий, сказал, что нарисовал лого. Вот, в общем, сейчас я лого покажу Ване. Ой, серьезно? Да. Никто я и не видел. Э-э-э-э. Э-э-э. Вот. Ну, что ты, Ваня, думаешь, да? Ну, рога-то круто. Мне что-то больше представлялось с бутылками. Вот, я здесь обратный комментарий написал. Вообще, у меня появилась совершенно безумная идея, но которую я, наверное, не буду реализовывать. Вот, вообще, сделать какую-нибудь веб-аппликацию, где народ просто будет что-нибудь сам рисовать, типа. А потом из этого всего месте сложить что-нибудь. А, да, картинку на картинку там. Да. Потом такое месиво получится, классно. Но, вообще, мне нравится. Единственное, чего-то вот не хватает, какой-нибудь бутылки или еще что-нибудь. Да, немножко пустовато, я бы сказал. Вот. Не отражает сущность нашего подкаста. А может быть, мы о чем-то не догадываемся. Может быть. Два варианта. Вот. Ну, раз закончили мы с комментарием, я думаю, я все-таки... Ой, не надо мою рожу туда пихать, честно. Ну, почему? Я вообще думал, вот там вот прям под рога. Знаешь, твою фейсу туда вставить, так знаешь, круглый, как знаешь, фотографируется с этими круглыми вырезками. Это да, твою фейсу, блин. Я лично считаю, что это лого я все-таки поставлю в подкаст, потому что это правильное лого. Вот, какое-никакое, но это лого. Вот, и Владимир сказал, что если у него когда появится муза, он еще что-нибудь накатает. Вот, я буду лично это очень-очень-очень ждать. Вот, но пока... Ну, в принципе, большое спасибо. Да. Вот, и мы, собственно, ставим это. Так, ну что же, здесь еще был один комментарий. Собрал я, что тут был последний. От Леса. Вот, в общем, быстренько я сделаю саммари, не буду все зачитывать. Вот, и он тут интересовался. Как же мы тут, бедные, несчастные, живем? Вот, он сказал, что я типа подрабатываю, что там там слышим. Вот, а как Ваня живет? Он, по-моему, сделал здесь предложение, что, может быть, у Вани есть какие-то богатые спонсоры. Ваня, так открой нам, в конце концов, секрет. Есть у тебя богатые спонсоры? Ну, как государство. Я у государства все беру и беру, и беру взаймы. А давай даже не думаю. Где же твой ферраль, Ваня? Да вот не знаю. Пропил. В общем, летний семестр уже начался. И мы еще раз раскроем вам секрет. Нет, на самом деле мы учимся не из-за того, что нам прикольно сидеть в классах и дрочить в эту летнюю погоду, заместо того, чтобы идти гулять с девушками, по барам шататься и все такое. Мы сидим в классах, потому что... Работать не хотим. Ну, в общем... Не, ну это ко мне относится. Я, в принципе, услышал, что это самое, что можно пойти в универ. Там, типа, заплатят за жилье и даже останется немножко, и при этом оплатят классы. Ну, типа, ну, долг, ну, кого оно волнует. Вот. И я так прикинул, думаю, ну, минимум четыре года не работаю. Это, конечно, классно. И потом, может, это самое, какую-то бумажку получу. А потом, возможно, найду работу. Может, даже выплачу этот долг обратно. Да, пришлось прервать запись, буквально пару секунд. Так, факт, что мы учимся в университете, это не потому, что мы хотим больше знаний получить или быстрее закончить университет. На самом деле, нет. Мы хотели бы здорово провести лето, мы хотели бы поехать на пляж. И вообще, много мы чего хотели. В частности, я хотел бы просто отдохнуть летом. После годового учебы. Годовой учебы. Восьмимесячной. Не, 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 не. Мы же целый год учились. А, ну да. Ну, в принципе, это не. А факт, что мы учимся заключается в том, что у нас, в общем, как ни банально звучит, мне просто не на что жить. Не чем платить за дом, за бензин и за жратву. Вот. Поскольку работать я не хочу идти, и не из-за того, что я ленивый, а лишь потому, что здесь работу нормальную сейчас найти нельзя. Без бумажки ты букашка. Вот. А куда идти работать? Ну, за 8 долларов в час гнуть спину все лето? Нафига оно надо? Да. Вот. В итоге остается только один способ. Это идти учиться. И когда идешь учиться, заполняешь анкету, где ты просишь кредит у государства. Когда тебе дают кредит, собственно, его достаточно, чтобы оплатить, собственно говоря, основные нужды. Да. Вот и все. Поэтому так и получается, что учимся, как говорится, целый год напролет. Если честно, мне уже кажется, что у меня крыша начинает съезжать. У меня давно съехал. Не, ну фиг ли, я тут вообще оборзел этот, типа, забил на учебу, начал рубить, да и вообще. Ты начал? Ну, ну, не, ну, я же, ну. Я думал, ты продолжил. И тут, и тут, и тут я имею в виду последние полгода. В смысле, включая весь прошлый семестр, это самое, я же под Новый год начал, это самое. Так страшно рубить. Да, вот. Так что, собственно говоря, нас никто не спонсирует, а просто-напросто мы постоянно учимся и живем за кредит, который нам дает государство. Да, в надежде на то, что когда мы закончим эту учебу... Наступит Третья мировая война, все перемрут, мы образуем новое государство, станем миллионерами и всех будем трахать в задницу. Слушай, а я насчет этой перспективы, ну, по крайней мере, в таких масштабах не думаю. А я сегодня обсуждал один вопрос, который я не залистил в шоу-ноцах, но это будет очень интересно, если кто-нибудь ответит. Я сегодня свою девушку обсуждал, мы обсуждали ацтеков и инков. Это вот именно такие темы мы обсуждаем вне подкаста, то есть мы когда не бухаем, когда мы просто сядем, хотим поговорить, мы обсуждаем всякое дерьмо, типа, знаете, квантовые физики, истории, психологии человека. И тут в подкасте мы по полной отрываемся. Вот, и в общем, я сегодня как раз обсуждал тему ацтеков. По-моему, пум ацтеки, в итоге они, значит, сделали, у них был свой календарь, который был, оказывается, очень точным. Вот, и они, значит, сделали календарь до 2012 года и остановились там. Вот, по некоторым слухам, опять же слухам, якобы они говорили, что в 2012 году наступит новая эра. А, да, антихрист придет, точно. Вот. И где ты своим антихристом? Я помню... Ну, я что-то недавно у бати был, и... Промыли мозги, да? Опять понабрался тут. Залили свежие тормозы. Ежегодная смена. Вот. Иди ты, твой антихрист, я помню, когда... А, ну, нет, подожди, нет, подожди, нет, в твоем присутствии это, надо так, придет мессия, который нас всех спасет. Ну, или как-то... Да, я помню в 2000... Да, я помню в этом, в, 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 да, иудаизме там, что там говорится, да. У нас про 2012 год ничего нет. А в 2000 году, ты не помнишь, сколько товарищей собралось в Израиле? Там на какой-то святой горе, где они все ждали, что сейчас ядерная бомба. Ебанет их. Ты не помнишь, да? Я помню, ух, там сколько понаехало религиозных фанатиков. Типа, конец света, конец света. Я так сидел, думаю, о, классно. Неужели они в это верят? Ну, ничего, там они тусовались. Сперва говорили, что не на этой, на следующей неделе все это. Потом на следующей неделе. А потом понемногу все разошлись. Тусовка не удалась. Конца света не был. Вот обидно. Какой облом, да? Вот. Администрация задержится. Да. Вот. И, ну, в общем, интересно, Баня, ты ездил на что-то интересное. Потому что новая эра, ну, это вообще очень интересно. Что может произойти? У тебя какие-нибудь мысли по этому поводу есть? Ну, конечно. Ну, это, опять же, там, опираясь на Библию и все такое. Ну, тысячный год прошел, Вань. Это 2012-м мы говорим сейчас. Не, ну, смотри, ну, предположим, такую ситуацию. Произойдет какой-то страшный экономический крах. Вообще, везде. В Америке, в Европе, вот, в таких основных странах, наиболее сильных экономически сейчас странах, произойдет просто крах. Ты имеешь в виду в США? Это самая экономически большая страна? Ну, да, но Европа тоже, это, допустим, США вообще загнется в какашку, просто возьмет и все, прервет. Банкротство объявит. Да, объявит банкротство, ну, предположим. Тогда инвесторы разберут по кусочкам. Да. И перепродают кому-нибудь еще. Ну, и в Библии там есть один, короче, момент, там, типа, это самое, что-то, про вот эту торговлю. И прикидываешь, торговля во всем мире просто пойдет вниз и начнется там какой-то хаос. И вот кто-то, ну, не буду гнуть под мессию, но вот, допустим, это самое. И придет Христос. Нет. И завладеет всем маркетом. Нет, допустим, там настанет какой-то военный или полувоенный режим, и там начнут строить новое государство, типа, мировое государство. О, классно. Вот. В принципе, да, классно, но эра начнется. Сейчас, в принципе, уже достаточно инструментов, чтобы контролировать народ. Вообще следить за народом полностью. А потом, знаешь, новые эти самые законы, а-ля там... А может, в 2012 году все-таки изобретут виртуальную artificial intelligence, и она наконец-то всех нас перепизит. Вот это было бы счастье. Матрица The Beginning. Ну, может быть, даже что-то такое случится. Так что сбрасывайте свои мысли по поводу новой эры. Будет интересно, конечно, почитать. В принципе, что самое интересное, что такие вещи, они поначалу незаметны. Допустим, предположим, с artificial intelligence, там, типа, искусственный интеллект, там, создадут, он захватит интернет, и начнет нам гнуть палку куда-нибудь. Мы же, в принципе, не заметим первые пять лет. Ну, это здорово будет. Вот. Я лично смотрю с оптимизмом. Так что, если будут всех мочить, меня желательно так, чтобы сразу. Мечтать. Не, я не люблю, когда людей начинают мучить, там, отрезать им руки. Так, пух, и готово. Под ногти эти иглы загонят. Да, ну, чей-то за чушь собачь. Ну, кто это придумал, а? Знаешь, мне кажется, нам просто надо научиться перестраивать свои нервы так, чтобы вот эти импульсы боли у нас ощущались как импульсы удовольствия. И тогда будет всё классно. Когда нас будут мучить и пытать, мы будем просто сидеть и тащиться. В теории это возможно, на практике не знаю, попробуй. Я потом протестирую. Мне интересно. Умрём от кайфа. Вот, это будет самое классное. Вот. А, ещё про евреев. Тут, помнишь, была стрельба на кампусе? Ага. Неужто там евреи кого-то из... Там был один профессор еврей. Ага. Вот, видимо, очень старенький человек, который пережил Холокост. И он спас целый класс тем, что он запер дверь и не дал этому товарищу туда зайти. И при этом его пристрелили. Через дверь? Да. О. Зато он спас... Я точно не знаю, как его пристрелили, но походу через дверь. Но он зато спас целый класс. И какая-то ирония судьбы. Ты знаешь, прошёл через Холокост, а потом его застрелили в Штатах. Идиот. Чему быть, того не миновать. И вообще, какой он после этого еврей, если он кого-то не... Там что, в классе, видимо, евреи, что ли, были? Нет, по-моему, он же должен был спасать евреев. Не, ну всё-таки. Ваня, разжигание между... Что там вражды? Ну, я не знаю. У меня с детства... Я люблю подливать масло в огонь. Мне это нравится. Западлист такой. Мне просто... А ещё одна из интересных новостей. Это мне пришло... Я как-то залез на сайт, который называется monster.ca. Вот, где можно своё резюме пропостить, и там, значит, тебя работу будут искать. Вот, я думал, что всё это чушь, мне никто ничего не пришлёт с моим режиме. Вот, а потом прислали. Оказывается... Пам! Нет, прислали, на самом деле, из какой-то компании здесь, в Виндзоре. Но было вообще очень интересно. Я не ожидал. Я просто абсолютно не ожидал. Вот. Ну, это хорошо. Ну, и что? Тебя приняли? Нет, я даже не стал ничего им посылать. Ну, там какое-то непонятное описание работы было. Вы должны быть, типа, и бизнесменом, и программистом, и ещё дофига работы, и ещё уметь с ним мирить. Вот там, в общем, такая, знаешь, там, размазня какая-то. Вы, типа, должны быть юни-человеком. То есть, ни то, ни другое нормально не могут делать. А, короче, тебе надо уметь программировать, тебе надо уметь находить клиентов, вот, это для них, это, типа, делать всю рекламу и всё остальное, вот, саму, вот, короче, сделать весь проект, а им отстыгнуть деньги. Это гениальная компания, ты знаешь, мне... Да, такие здесь гениальных компаний просто до хрена. Так, кстати, сказал. Так что, это тоже здесь пирамиды строят. Не, ну, ничего, у меня батя на такой компании работал. Они, они что делают? Они находят программистов, вот, потом они, типа, как, по контракту их нанимают, потом они, они же их перепродают, типа, продают за 100, 120, там, или ещё что-то в этом духе, баксов в час. Вот, программисту платят 30, а сами всё остальное себе. Да, вот и бизнес-план. В принципе... Не, ну, они, в принципе-то делают что-то, они находят клиентов. А, ну, так это убирает очень много головной боли. Ну, в принципе, да. Потому что, к сожалению, продажи, это довольно-таки тяжёлая вещь. Не каждый программист хочет или может это делать. О, насчёт может, это вообще... Ты возьми каких-нибудь гиков там, ну, это вообще труба. Мне лично иногда тяжело понять, что от меня товарищи хотят. Да, чтобы там так нажималось, при этом то сделалось, ещё делалось и это. Господи, вы не говорите, попроще говорить, вот, по шагам. Не-не-не, они тебе страдают. Всю информацию вывляют, а ты потом сиди и соображаешь, что же они на самом деле, что надо. Да, или... Оказывается, им нужен веб-сайт. О. Начнут тебе описать там, юзер-интерфейс. А чё он делает? Ну, чё... А, да, это тоже есть такие товарищи любители. Очень зелёные, да. Они тебе типа скажут, да мне всего три кнопки надо. Да, когда нажимаешь кнопку, чтобы... Чтобы ничего не происходило. Чтобы она залазила в мой e-mail, там, считала информацию, переводила на китайский. Потом высылала invoice в трёх экземплярах туда, туда и туда. А потом это... Не, ну, уже у меня веб-сайт я хочу маленький, да? Всего три кнопки. Да, это есть такие. Поэтому, когда есть компания, которая этим занимается, на самом деле, намного лучше. О, господи, как они задолбали. Взять что-нибудь тяжёлое, пойти и кинуть в них. Кипяч. Да. Осторожно, Кирпич. Блин, я никогда не забуду, как мы с Витей ходили в спортзал. На обратном пути тырили кирпичи. Проходили, понимаете, какого-то дома, но там куча кирпичей лежит. Аккуратно сложенные, да? Кому же придёт в голову спереди кирпичи, кроме нашего человека? Не, ну мы хотели сзади тропинку выложить сзади дома. Пристроечку такую маленькую. Вот он был, все кирпичи перетаскать. Вот, и мысли такие. Сейчас выскочит кто-нибудь из дома и скажет, отдай кирпич. Держи! Это было бы просто смешно. Отдай кирпич! На! Лови! Давай поговорим на последнюю тему, которую листят. Ну, все уже об этом поговорили, но мы как самые умные, естественно, запустим. Перемоем косточки ещё раз. Да. Сунь Ридер. Уже Ампутун и ещё пару человек. Вообще в Рунете это уже есть. Но мы как самые нахальные ещё раз запустим того же старого ослика. По тому же старому кругу. Вот. Недавно я тут получил, точнее я купил Sony Reader. Вот. В подарок. Ну и заодно решил поиграться. Ну как? В общем, впечатления очень положительные. Вот. То, что там в сигнале... Ну, я не только в Ампутунском подкасте про это слушал. Поэтому то, что сигнали, что там медленное переворачивание страниц. Ну, в общем... Да. С программистской точки зрения это точно медленно. Потому что если сразу всё не появляется на экране, то это да. Это труба. Если за одну миллисекунду это не происходит, то это труба уже. Всё. Хватайтесь за голову и начинайте ломать доски. Вот. Но на самом деле для обычного читателя это на самом деле довольно-таки нормально. Вот. А также насчёт того, что русский... Мне вообще Ампутун сказал, что там очень легко русский устанавливается. Ты берёшь туда просто в RTF файле сохраняешь с Arial. Вот. Я этим пробовал, тыркался, тыркался. Вот. Вообще ни хрена не получалось. А потом Ампутун ушёл в офлайн. И я уже не мог спросить, почему эта хрена у меня не работает. Пришлось яндексить. Ооо. Да. Ну и как? Ну, в общем, наяндексил я. И в итоге оказалось, что Sony Reader надо промыть мозги. Вот. Там, значит, было несколько прошивок под две firmware. Сперва я долго не мог найти, где версию firmware найти. Я думал, сперва в книжечке. Книжечки, по-моему, там не оказалось. Потом решил на диске. Вот. А на следующее утро, когда я уже всё сделал, я зашёл в Samsung Reader, нажал пару кнопок и увидел где-то firmware. А, в хелп зашёл. Да. Ну, вообще всё как обычно. Через жопу, в общем. Вот. В итоге пришлось перепрошивать ещё через виндовую машину. Вот. Хорошо, ты в запасе всегда держишь одну. Да, слава богу. Я вообще подумал, что надо избавиться от всех этих виндовых машин. Это зло. Они захватят нашу сеть. Вот. А потом я подумал, нет, без винды жить нельзя. И поэтому одну машину про запас оставил. Вот. В итоге перешилось всё это дело очень удачно. Вот. Очень быстро. И ничего там особо такого нудного нет. Инструкции можно найти, в принципе, в рунете. Там на одном форуме. Ребятам большое спасибо за это. Вот. А также не стоит апдейтить firmware. Вот. Если кто-то там задумывается. Всё-таки старое работает иногда более практичнее, чем новое. Ну да. Они подобавляют новых фичерс. Блин. И начнётся. Ой. Фичер не совсем работает. Ну, работает, но не на всё. Это то же самое, что в Apple. Они сейчас всё откладывают этот релиз, новые софтверы. Потому что... Ну, на операционную систему. Потому что там у них iPhone и всё остальное. Лабуда. Я думаю, когда они всё-таки выпустят, наконец-то, новую систему, я думаю, она будет... О-о-о-о. Кривая. Ну, пока там апдейтов не будет, но это... Ты знаешь, я обычно так. Я обычно вообще на винду не переходил, пока там первого сервис пака не вышло. Или что-нибудь такого, мейджор апдейта. Вот. И с Macintosh'ом я всегда думал, что это не так. В последние годы это уже становится точно такое же правило. Хотя то же самое, такое же правило, апплодится и для машин. Вот. Влад Толь компрессор купил себе. И постоянно ездил в дилер-шип, чтобы перепрограммировали. Да, по-моему, это на всё. Ну, посмотри. Сначала вышел iPod. Хотя он, в принципе, был ничего, но потом апдейты. Там другая версия, другая версия. Ну да, там цена, там может он ещё не совсем, там может какие-то глюки. В конце концов, надо же это на публику выставить, чтобы публика подёргала немножко. Потом, когда пойдут жалобы, у вас это не работает или не совсем работает, или работает не совсем так. А я вот честно скажу. Вот я, например, когда прошлым летом работал и дорабатывал маленькую программу, такую веб-сервис. Вот. Собственно говоря, там пригласили специально одного товарища, как у нас в классе выразились, с деструктивным этим персонажем, который любит всё ломать. Вот. И посадили его как раз тестировать, эту штуковину. Это знаешь, он находил там ошибки, где я вообще не видел их. То есть вот в обычном юзерском интерфейсе. Кликаешь туда, кликаешь сюда, кликаешь сюда, кликаешь туда. Он находил ошибки, которые при нормальной работе вообще сложно найти. Да тебе тем более. Это же ту программу, которую ты писал. Да. А, ну блин, ну естественно. Ты знаешь досконально какую-то программу писать. В смысле, как с ней работать. Ну и что? И что ты там найдёшь? Ты никогда не найдёшь ошибки в своём же собственном месте. Ну как, найдёшь, но только... Да, вот. То есть меня это на самом деле сильно поразило. А когда ты смотришь в чё-то чужое, дай-ка я сюда кликну. А вот сюда, а это чё такое? А это не кнопка, а почему она кликается? Вау. Да, как в том фильме. Помнишь? Ты сделал кнопку, только не надо было делать, чтобы она кликалась. А, да, да, да. Я же просил тебя сделать этот... Сабмит кнопку. Ну да, типа это самое... Правдоподобный веб-сайт. Я же тебе не говорил, что сделать этот рабочий веб-сайт. Чтобы форму можно было спокойно сабмитить. Чуваки там сделали этот универский веб-сайт. И там начали люди записываться в универ. Потом приходит письмо с чеком. Пожалуйста. Оплатили обучение на год. Да. Вот. Ну, вроде тема истекли. Ну да, все, давай, сворачивай эту веб-сайт. Все, пора, пора. Надо возвращаться обратно в мир Warcraft. Конечно, конечно. А то я и так уже в реале сильно задержался. Да, мне надо домой ехать, фильмы смотреть. Обязательно. Вот. Завтра, слава тебе, господи, никто не работает. Или работают, но частично. Это просто супер. Кстати, ко мне, по-моему, девушка собирается наконец-то переезжать. К тебе? Да, ко мне. Когда? Какая? Какая из них, да? Ну как? Одна? Только она может переехать. Вера? Мечтай. Не, ну я... Моя девушка. Моя девушка решила... К тебе переехать. Ну не то, чтобы она решила, просто пинка под задом. А фигели там делать? Жить, ты знаешь. Мы вроде как уже 4 года вместе, если не 5. Ну и мы решили, что может быть пора уже приближаться к чему-то более стабильным отношениям. А, так ты хочешь ее протестировать на это самое? Проверка на вшивость. Ну можно и так сказать. Хотя вроде проверка на вшивость, она и так уже прошла. Я там плакался, ходил, говорю, денег нет, денег нет. Я помню, что я тебе рассказывал историю, что я ее деньги нашел. Так я у нее деньги почти тысячу вытащил из нее. О, классно. Вот плакался, что там у меня все плохо. Она мне дала целую тысячу долларов. А потом она куда-то пропала. А потом... Ты мне давала тысячу, не помню. Да, ну в общем, мы оба забыли, а я потом их нашел. А, Жень, ты действительно еврей? Ну, почти. Тебе не надо было находить. Как в стене замуровал, так надо было оставить, да? Блядь, я буду терпеливаться. Для нее, для нее, я имею в виду, не надо было находить. Забыл и забыл, хорошо. Да нет, не бойся. Она мне тут обещала еще пару тысяч дать. А, ну так, нет, ну так, да, конечно же. Ваши инвестиции здесь. МММ. Не хотели бы вы еще вложить? Хотим. А потом я объявлю банкрот. Какие деньги? Ты прощаешь. Новая машина? Нет. У меня нету новой машины. Это тебе просто глюч. Дорогая, по-моему, тебе надо пойти увидеть доктора. Да, 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 да. Ну что, поехали кататься. У меня новая машина. Да. А я тут тоже, после как раз того, что нас развернуло тут на рампе, вот, я тут тоже решил почитать книжки и понять, почему же. Ну, кроме того, что я там совершил пару грубых ошибок, вот, сегодня еще оказалось, в общем, нагрузили машину всеми четырьмя людьми, вот, и у меня зад машины ехал как примерно желе. Когда вот тряханешь, она так... А я тебе говорил, колеса. Да, одно из правил, не ставьте использованные колеса. Это одно из правил. То же самое, как не покупайте юзные хард-драйвы. Чуваки, никто не хочет мой 300-гиговый хард-драйв купить. Да, нет, он в хорошем состоянии, все нормально. Почитал, как ты его попинал пару раз. Пум! Вот, заработал быстрее. Блин, не пинал я его. У меня просто, я не знаю, что-то Warcraft тормозит. Тебе нужен сказивание. Да, да. Однозначно. Нет, Warcraft, он не может с такого большого диска работать. Раптор тебе нужен. С такого быстрого и надежного диска он не может работать. Вот, да, вот. Потому что вот, да, он что-то тормозит. Эй! Да, вот. Эй! Конечно. А недавно мы тут, кстати, тоже... По-моему, когда мы поехали кататься-то? Тогда мы еще седьмую BMW поехали смотреть. Породни назад, по-моему. Да, да, да. Вообще, вчера мы поехали, товарищ. Не позавчера, нет? Нет, нет, вчера. А? Мы набрели на этот карт-трек. Там, значит, садишь такую машинку маленькую. А, ну да, на картах. Да, заводит такой мотор от газонокосилки. И поехал. Это прикольно. Да. Мы сегодня погоняли вчетвером тут с нашими соседями индусами. А потом мы решили узнать, какая же у карты вообще скорость на этом треке максимальная. Когда узнали, нас чуть дурно не стало. Он говорит, 45 максимум? Да, 45 километров в час максимум. А я все думал, что мы ездим 20. Я честно, сердечно думал, что... Да, да, да. И мы этому чуваку... А чувствуется, как 20 его прям перекосило. Чего? Я тут решил исправить ситуацию. Может быть 30, но... Это просто такое ощущение. Не, на самом деле, ну что, ну едем мы. Ну, блин, ну какие 40 километров в час-то счет. Да, ну там... И трек вообще узкий, там обогнать достаточно сложно. Да и вообще, и скоростей на них нет. И скоростей на них нету тоже. Газ и тормоз. Попробуй обгони, особенно если такой, как я, будет спереди ехать. Да. Ваня пытался меня несколько раз обогнать. И почему-то постоянно... Один раз меня чуть не развернул из-за тебя, товарищ. Ну, ладно, я тебе в заднее колесо немножко... Въехал. Нормально. А я не знаю, у меня очень хорошо сработали рефлексы. Я рулю сразу туда, сперва против, почти часовой, то есть в сторону заноса, а потом обратно. Туда-обратно выровнялся. Я же один раз пытался по внешней обогнать, я на траву налетел. У меня в это самое, почти на траву и вынесло. Да. Ничего. В общем... Вырулил. В общем, да. Я не знаю, конечно, но нам там товарищи рассказывали такие ужасы, что туда приходят товарищи-гонщики, такие взрослые. Вот. И они врезают... Вообще, значит, как это спин-аут? Это занос, когда заносит. Да, заносит, разворачивает. Да-да-да. Вот. И, значит, мы когда туда с Ваней пришли первый раз, там пара товарищей почему-то вылетала с этого трека. Вот. Мы так посмотрели. Я сперва посмотрел, думаю, блин, ну там, наверное, не хреновая скорость на этой штуке. Думаю, там, наверное, как в топе, а так в топе. А потом с Ваней покатались, и сегодня еще покатались. Я вообще не могу представить, как люди вылетают с трека. С учетом того, что мы тут ездили с другими товарищами, которые тоже выехали на трек. В общем, мы их, наверное, раза три обогнали. То есть на три круга их обделали. И я думаю, вот при такой скорости, как они еще умудряются куда-то врезаться, или чтобы их заносить. Вот как? Я не представляю. Я не знаю. Помнишь разговор после первого заезда? Я не знаю. Этот, понимаете, по-моему, горит это самое. Да, я сейчас попробую, может, это самое. Попробую нажимать тормоз в этот раз. Не, ну реально, я практически постоянно там ездил, ну не постоянно, скажем так, в половине кругов я вообще тормоз не нажимал, я просто сам, ну, надо немножко притормозить, блин, отпускаю этот газ. Ну, в принципе, там, в принципе, можно проехать так, что не отпуская газа, и тебя не... А там очень просто, двигатель маломощный, вот, и можно просто тормозить боком, резко поворачивающий руль. Тебе просто немножко это сам заносит, Ну, ну как... Как? Как можно там развернуться? А про гонщиков там тоже весело рассказать. Приходят дяди, которые там, типа, говорят, мы тут автогонщики, пальцы вели, член, в общем, сами знаете, вот. И в итоге их тоже выносят, они вырезают. Автогонщики это от слова гнать? Да. Вот. В общем, дурдом. Автогонщики от слова гнать насчёт машин. Да, мы машины гоняем. Или гоним насчёт машин. Хозяин трака долго шутил, что они, наверное, привыкли по кругу ездить, по-моему. А, да, они привыкли поворачивать только в одну сторону. Поэтому у них проблем поворачивать в другую. А в Америке и в Канаде очень популярный Нескар. Вот. В чём я, я уверен, что если хорошо вдуматься в эти гонки, то там есть, конечно, смысл. Ну, да. Но у меня сердце кровью обливается. Вот вилла на одной рекламе, где, знаешь, вот эти вот траки, которые такие, как же называются, грузовички маленькие, вот, двухместные, вот, которые посажены чуть ли, этот, не... Да, да, и они гоняют по этому траку. Я вообще, я думаю, ну, понимаю, там BMW и все остальные тачки. У них вообще нормально. А этот трак, у него сзади, кроме моста и двух колёс, ну, ничего нет, никакого веса нету вообще. нафига это извращение. Это то же самое... Ну, я не знаю. А я вообще хочу гоночный каток. Чтобы было проще, Прикидываешь, что ещё на нём дрифтить так. Ой, занесло! Можно сразу по прямой прикладывать новую трассу? А че-то новую дорогу проложил, да меня занесло. Русская команда перед поворотом 140, в повороте 170 с криком съебите отсюда прокладывают новую трассу. Извиняюсь, у меня телефончик звонит. Я вообще считаю, что это классно, когда тебе звонят. Тебя любят и тебе беспокоятся. Да, это действительно прекрасно. Да. вот. Ну вот. Правда, когда звонят и орут заплати по счетам. Это ужасно. Я обычно вытаскиваю батарейку. У меня батарейка села. Извините, что-то не так с батарейкой. Или я сел на батарейку. А потом найти не мог. Да. Ну, в общем, шоу подходит уже к концу своему физическому. Ну, Аня, ты хочешь сказать или спеть чего-нибудь? Можно мурку замочить? Настроение сегодня так-сяк. Здравствуй, моя мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, дорогая, и прощай. Ты расшухерила всю нашу малину, и перо за это получай. Не, ну, так, по-моему, перо за это, да? Ну, браво, Ваня, я не знаю. Я только начал бизнес. Да, это хорошая песня. Какой глубокий смысл, на самом деле. Действительно. Я вообще уже какой-то подкаст пытался проговорить про то, как это завоевание других стран при помощи культуры, но мы даже сейчас не уложимся в это. Но вот если у вас есть какие-нибудь предложения или пожелания, то было бы очень здорово. Кидайте больше ширпотребов, туда, ширпотребов. А ты знаешь, когда всякие арабские дети говорят, меня бьют кто-то, папа или мама, или школьники за то, что я слушаю Бритни Спирс. Ну, то же вообще Бритни Спирс слушать тебя убить надо. Но на самом деле это мелочи. Но на самом деле культура-то прорезается. Вот так вот следующее поколение воспитанное на Бритни Спирс смотришь, скинут свои Панамы, пошлют нахуй там этого, какой-нибудь там этого, служителя, в ихнем там, где-то там. Вот так вот культура прорывается. Не дай бог они интернет подключат так вообще. Не, арабам, я думаю, нет. Арабам не надо давать интернет, а то еще залезут туда. Второй Китай будет. Все будут взломать чего-то. Да. Не, есть там знаешь, всякие эти, на самом деле есть арабские хакеры, они там тоже концентрируются на взломе чего-то. Пентагон. Ну, там, израильских, чего-то еще там. А, правильно, правильно, мочи, мочи евреев. Ну. Мочи евреев. Да, я смотрю, не только у некоторых больная тема еврейская. Да ладно, по-моему, это самое прикольное, самое то говно, которое мешать надо, месить так, у-ху, как сейчас, как развоняется надолго. Да. То есть, кто-то, кто-то виноват в моих ошибках, да? Ну, да. По-моему, он пидорас, да, действительно, по-моему, он пидорас. Он еврей! У меня, у меня, у меня плохие оценки. Это кто? Это всемирская масонная организация мешает мне учиться. Это она придумала World of Warcraft. Это она подсаживает людей. А ты чё? Ты на Warcraft не гони. Надо вообще подумать, надо взять весь список, кто придумал Warcraft, вот, если найти одного еврея, всё. Всего он уже один еврей, какой-нибудь там, какой-нибудь там клерк, который, знаешь, чего-нибудь там. Ну, почему клерк? Который мало отношения вообще к чему-либо имеет, в смысле. Потом, естественно, обвинить, что это масонская организация. А, ну да, он там всё подписал, он там подкупил этих программистов и вообще. Ладно, у нас 30 секунд, вот, даже меньше, потому что я это всё сотру, поэтому записывать это, что это не значит. Ты мудак. Блин. Я вот тут старался, а тут вот старался. Ладно, счастья вам, девочки и мальчики, спокойной ночи, приятных сновидений. Услышимся на следующей неделе. Хрю-хрю. 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 Хрю.